Единственная выпускница на все Дегорское ущелье спешит в школу. Позади у Агди, у Луговой все волнения и экзамены. Расставаться с любимой школой грустно, признается девушка. Десять лет назад ее родители переехали из Таджикистана в Иравский район, в селение Кумбулта. Тогда она переживала, не знала, как примут ее сверстники и учителя, ведь она не знала русского языка. Но все переживания были напрасны. Сегодня она прекрасно владеет не только русским, но и остинским. То, что мы в горах, это не значит, что это совсем другая школа. Здесь, в принципе, как и в городской школе, все обучение, все проходит нормально. Наша школа находится в Дегорском ущелье, здесь чистый воздух, здесь очень красивый вид, здесь очень хорошо. Не хотелось бы, конечно, вот это вот все покидать, но придется, нет выбора. Будешь скучать? Конечно. Я аж плакать захотела. За эти несколько лет все учителя стали для Агди родными людьми. До девятого класса их было двое, но одноклассница решила уйти в училище. И последние два года Агди была единственной ученицей, так как она твердо знала, что хочет получить высшее образование и стать юристом. Именно поэтому решила окончить 11 классов. Мне здесь очень сильно нравится. В этом есть и плюс, что я одна в классе. В некоторых школах, например, нанимают репетитора, чтобы хорошо подготовиться к экзаменам, а здесь я одна, репетитор в принципе не нужен. Ко мне обращаются, как можно сказать, к своему родному ребенку. Учителя очень сильно меня любят, я их тоже очень сильно люблю. С детьми тоже у нас очень хороший коллектив. Мы 24 на 6 бывали вместе, завтракали вместе, обедали вместе, ужинали вместе. Она запомнится чем? Она, во-первых, добиралась с очень отдаленного места по таким горным, скалистым тропкам, значит, и всегда добирались вовремя. Она не раз выигрывала конкурсы по чтению, значит, на осетинском, по шахматам. Она везде участвует, во всех олимпиадах участвовала. Она у нас просто умница и всех привязала к себе. И мы сейчас ее не хотим отпускать, но начинается пора взрослой жизни. Подготовки к выпускному вечеру в школе-интернате Мацута подошли серьезно и со всей ответственностью. Подготовили с учениками несколько номеров на национальных инструментах. А еще впервые за всю историю школы будет номер с директором старинной осетинский танец Хонга. И это несмотря на то, что директор школы совсем не умеет танцевать. Но единственная выпускница не только уговорила, но и за две недели научила руководителя учебного заведения танцевать. Впервые за всю историю школы директор школы будет танцевать именно с директором танец Хонга. С выпускницей, а то и со мной. Мы готовили этот номер всего лишь за две недели. Мне с трудом удалось уговорить Майльбеку Афанасьевичу. Он категорически отказывался, так как говорил, что я никогда не танцевал и не смогу. Но мы постарались и надеюсь, все пройдет отлично. У нас такая, хотя такая выпускница, что она буквально за последний месяц научила меня танцевать. Она хотела, чтобы я ей просто посвятил танец Хонга национальный именно ей. И она меня заставила и выучила, значит, танцевать. И это у нас как-то, как-то, но получилось. В этом году на выпускной вечер мы планируем национальный танец Хонга. С нашей выпускницей Хонга – это все-таки такой, значит, ну, знаменитый, осетинский, национальный. Это очень красиво. И это у нас планируется. И с Божьей помощью, я думаю, что это у нас получится. И еще мы планируем сыграть на Далафандырах и балалайках. Сегодня в школе-интернате селения Мацута, которая расположена в живописном уголке Дегорского ущелья, учатся 22 ученика из близлежащих сел. И, несмотря на отдаленное расположение учебного заведения, учителя стараются, чтобы каждый ребенок получил не только знания, но и был нравственно воспитанным человеком. Людмила Кольева, Михаил Безуглов, Давид Костанов, 15 регион. Редактор субтитров А.Семкин